Радиоактивное облако Семечки, проводники и древний тепловоз И вот он, долгожданный гудок и стук колес Как в Донецке Киперлуп запустили? И почему завидует Илон Маск? Внутренним рейсом Донецк и Еленовка уже отправились первые пассажиры Длительность поездки около двух часов Не верить русским никогда Годовщина трагедии в Иловайске Владимир Путин призвал ополченцев Донбасса Открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих Почему обещания Путина не стоят и рваного рубля? По нашему движению нас обстреливали справа, слева и впереди У нас даже не было возможности развернуться Это антизомби Территория без пропаганды Три, две, одна Эфир Айси ТВ, наверное, более приятно смотреть Антизомби пытаются разоблачить файки Кремля У меня бомба-моба Это абсолютно неуправляемый такой термоядерный процесс Я получил от этого качество А чему удивляться? Это смотрит множество людей Я регулярно вижу антизомби Мы ждем вас Мои заявления смотрят, анализируют Класс, правда, радуется И вам советуем Посмотрите, это про нас Ну что, карасики? Есть предложение со временем использовать кремлевскую пропаганду в медицинских целях Ведь если смех действительно продлевает жизнь, то только за эту неделю мы наржали себе на пару лет Представлено пять вариантов проектных решений, разработанных различными архитектурными школами Четыре из которых включают не только монументальные скульптурные и памятные композиции, а и интерактивные музеи Короче, пока Саня Захарченко вместе с бабушкой героически нападает на укров во сне Мы будем приходить по мертвым Ходите теперь и бойтесь Бравые, а главное, очень талантливые недоросы мастерски глумятся над памятью команданта Судите сами Сначала ребята по красоте переделали придорожную наливайку в такой себе мавзолей для сани В центре Донецка, возле места гибели главы ДНР Александра Захарченко, установили памятный камень Жители Донецка приносят к мемориалу цветы и лампатки А с учетом того, что совсем рядом находился магазин с огромной вывеской «Донецкий сувенир» В комплексе смотрелось это все просто эпично Но талантливые ребята упорно не слышали шуточек на этот счет и после долгого надувания щек Голосование за лучший проект мемориального комплекса в память о первом главе ДНР Александра Захарченко продолжается Наконец-то появился и сувенир Браво, браво, неизвестный новоросский Церетелли Костюм цвета детской неожиданности Лицо молоденького Бильбу Бэггинса после четырех литров пива Да че там, наконец-то выдохнут создатели памятника певцу Соловьяненко, которых годами троллили за золотого Бэтмена В общем, земной поклон новороссам за такой донецкий сувенир Ребят, если вы хотя бы из дерева настрогаете копии этого шедевра, да так, чтобы еще и голова откручивалась То у вас их с руками и ногами разбирать будут А самый толковый стартап – это шахматы с любимыми героями Саня с бабушкой, Сластика с Моторылой, Бэтмен с Болотовым Мелочь типа Гудвинов до Астрахани можно пешками сделать Мы лично к нам на базу НАТО такие шахматы закажем Причем деньги сразу налом наш агент Эдик Б передаст Это я какой-то человек, да? Кстати, Эдик Б на этой неделе не только объявил сезон закупки мака из булочек Но и порадовал фейками уровня 14-го года Че только стоит, вы все врете о российских танках Ни о какой российской технике там речи не было Никаких доказательств не предъявлено Одни слова Там применялась бывшая украинская техника, которую побросали здесь украинские военные, когда покидали Донбасс Слыхали? Укров они танки наотжимали, причем сейчас вы узнаете где конкретно На территории Донецкой области было несколько складов с такой техникой Например, под Артемовском И после того, как украинская армия ушла, эта техника перешла под наш контроль Базу с техникой в Бахмуте действительно пробовали штурмовать люди Безлера Как раз для легализации танков из России Но Бася со своим министерством галлюцинации, судя по всему, продолжают считать людей за скот без памяти Ведь не сложно нагуглить, что все штурмы закончились бегством Нападавших обратно в горлов Атака на центральную базу бронетанковой техники в Артемовске минувшей ночью Более полусотни вооруженных боевиков Предложили командиру сдать войсковую часть Когда появился спецназ, нападавшие скрылись Танковая часть осталась под прежним контролем вооруженных сил Украины Но кто там такие мелочи спустя пять лет помнит? Да, Эдуард? С другой стороны, Бася хотя бы на старых историях паразитирует А есть же и совсем наглухо отбитые товарищи Управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах Но в целом, там, из донецких батальонов по показателям Редко кто мог сравниться с моим батальоном Видали, ниндзя Чебурашко? Говорит, убивал Украф больше, чем все остальные дыровские батальоны Ни один боевой командир не имел столько результатов, сколько я Я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить Однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей И там стоял мой батальон Нет, для суда это, конечно, зачетное признание Но здесь вопрос скорее к самим боевым недоросам Пацаны, красиво вас опустил ряженый, воевавший ртом из отеля Прага Присванная, да, кассочка? Да, совершенно верно Штурмующие терриконы на чисто вымытой машине И позирующие в декоративных блиндажах Киев, час, 880 км Ну, где-то часов 10, я думаю Так, при хорошем ходе Причем важно напомнить, что батальон главного уничтожителя Украф был создан в 17-м году Когда градус накала на фронте был несравним с 14-15 годом Но мы же не зря говорили, что в Недороссии каждый второй с черным поясом по балабольству Если говорить о том, что среди депутатов есть фотографы А это уже серьезная тетя из молодой недореспублики новый состав Рады оценивает Говорить о профессиональных законодателях Ну, в общем-то, просто не предоставляется возможно Не профи в Раду зашли, говоришь? Хорошо, что в республиках все депутаты это глыбы Крепкие хозяйственники с огромным опытом Как вот, например, доча тети Майи, которая в 14-м году студенткой в Киеве была А теперь, конечно же, сама без помощи видной мамаши растет вширь Со значком депутата на могучей груди Мне оказали честь тем, что меня выдвинули на такую серьезную должность А еще есть ведь Маша Богатова с позывным «Насос» Жека Гриценко, которая в свои 40-плюс на физфаке учится А ведь можно и, так сказать, звезд вспомнить Деда Мороза Пашу или главу Народного Совета Пургина Который до этого торговал гвоздями Ну шо там, тетя? Как насчет профессионалов? Как говорится, уж чья бы мычала В общем-то, говорить о профессиональных законодателях Ну, в общем-то, просто не предоставляется возможно Кстати, Пургина мы не просто так вспомнили Глава комитета по чекушкам и приему стеклотары В последнее время куда-то запропастился Новороссы даже заподозрили Пургина В введении из родного телеграм-канала «Абориген» Почему не закроют телеграм-канал «Аборигена»? Есть слухи, что это Пургин Может быть А если доказательной базы, то нет никакой Но нам все же кажется, что исчезновение Пургина Связано с некими сверхсекретными республиканскими разработками Вот посмотрите документы О внесении изменений в закон Донецкой Народной Республики О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности 11. Деятельность в сфере ядерной энергии О как! Ядерную энергетику в Дерляндии регулируют И иначе как грязную бомбу хотят замутить А здесь-то как раз и понадобится тот самый Пургин Ведь новоросские атомщики утверждают Достаточно пару чекушек пшеничной Закусить сырком дружба И полирнуться шейком Чтобы условный Пургин превратился в ту самую грязную бомбу Не отстают от атомщиков в плане прогрессивных технологий Новоросские транспортники И пока укры только щелкают языками В Донецке с пафосом презентовали Сверхсовременный гиперлуп Впервые в ДНР после пятилетнего перерыва Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу И вот он долгожданный гудок и стук колес С виду он, конечно, напоминает Два дряхлых вагона РЖД и древний тепловоз Но это, видимо, прикрытие Чтобы американцы да европейцы технологии не украли А ведь главное здесь результат А он космический За каких-то два часа гиперлуп, оказывается, нет, не в Москве И даже не в Ростове А в соседней Еленовке То есть аж за 10 километров от Донецка Внутренним рейсом Донецк и Еленовка Уже отправились первые пассажиры Длительность поездки около двух часов И это в городе, где еще в 12-м году запустили Интерсити Который за три часа довозил до Полтавы А за шесть до Киева Да нет, нафиг те технологии Сами с усами Такой прогресс покажем, что в 2019 году Будем с пафосом тепловоз в соседнюю деревню запускать Восстановление железной дороги по праву можно считать достижением И отличным стартом для построения дальнейшего мирного будущего К этому событию на самом деле Донецк готовился очень давно С другой стороны, есть и отродные тенденции Ведь даже несмотря на прокачку мозгов Многие, в том числе и боевые новороссы Больше не верят телевизору Мало положительного сейчас я вижу Непонятные дискотеки вижу Которые неизвестно к чему ведут Люди выживают Зарплаты мизерные Цены космические Еще хотят ЖКХ поднимать Закон об ополчении, который обещают принять каждый год Благополучно провалил Денег на тех, кто поверил Киселеву Соскобеева и остался инвалидом, нет Нету статуса участника боевых действий Его практически не рано Получить Но его у нас и нету Просто послушайте про ту космическую пенсию На которую предлагают выжить раненым недоросом Пенсия у меня 3200 Ну точнее не пенсия, а соцспособие Которое не поднимает наша сказочная республика Трешка-матрешка деревянный Это где-то 1300 гривен Вот оно процветание Вот он русский мир на марше Многие инвалиды просто умирают с голода Ну просто у тебя за пенсию 3200 Ты сможешь нормально питаться? Я плачу тебе ЖКХ и все 3200 А если люди, которые вот Нету у них ни семьи, ни поддержки А умирают и все, медленно Все сходят с ума Поматросили и бросили А ведь многие из этих обманутых инвалидов Еще и приезд же То есть деньги не только на лечение и питание Но и на жилье нужно искать И это при том, что отелей на отжимали полную авоську Можно было бы всех оставшихся без жилья заселить В общежитиях ту комнату не выйдешь Хотя я не понимаю Чем может заниматься государство Если нету резервного фонда жилья Да если общаги пустые и гостиницы Они поджимали сколько там всего А резервного фонда жилья нету Потому что им это невыгодно Но республика народная Только на уровне поп***ть Отели отжимали, чтоб жить красиво И денюжку рубить А ты без ноль Сиди на съемной хате И на трешку рублей себе ни в чем не отказывай Безнадежность Никакого продвижения Никакой помощи в душу плюют Вот именно Они просто народ держат за быдло Тебе в глаза говорится Да никому ты нафиг не нужен Скажи спасибо, что сдохнуть не дали Все же понимают, что эти люди За тот самый русский мир боролись И доборолись Вот до такого процветания Вспомните этих мужичков Когда в следующий раз услышите по телевизору Как классно жить у Путина под крылышком Ведь не зря говорят Умные учатся на чужих ошибках